Русскую баню нельзя, турецкий хамам и финскую сауну можно. С 1 декабря в России разрешили переоборудовать многоквартирные дома в некоторые виды банных помещений. Легализованы сухие мини-сауны и влажные хамамы. Остальные виды бань по-прежнему под запретом. Таким образом, традиция Жени Лукашина каждый новый год ходить с друзьями в баню может постепенно превратиться в домашние посиделки. Некуда спешить. Программа социальной газификации в России стала бессрочной. Отныне на бесплатный подвод газа до калитки может рассчитывать каждая деревня, каждый дачный кооператив, каждая школа, больница и детсад. Платной останется только внутренняя разводка, которую частично компенсируют для малоимущих граждан. В Ямало-Ненецком автономном округе льготникам на эти нужды выделят по 100 тысяч рублей. Подключение к голубому топливу помогает значительно сэкономить на отоплении. Реновация по новым правилам. Госдума намерена запретить неравномерное расселение аварийных многоэтажек. Такое иногда случается из-за дефицита квартир, предназначенных для переселенцев. Предполагается установить предельные сроки для решения вопроса по каждому конкретному дому. Кроме того, на региональные бюджеты хотят возложить дополнительную нагрузку, обязав покупать квартиры по ценам, установленным федеральным Минстроем. В настоящий момент закупка квадратных метров на 15-20 процентов дешевле рыночной стоимости бьет по застройщикам и тормозит процесс расселения. Нарушение правил расселения хотят подвести под уголовную статью. Индексация для управдома. Активных пенсионеров, занимающихся коммунальными проблемами во главе Совета дома, хотят освободить от подоходных налогов и страховых взносов в пенсионный фонд. Таким образом, неравнодушных россиян хотят заманить на работу в сектор ЖКХ. Благодаря законодательным новинкам работа управдома для пенсионера перестанет квалифицироваться как занятость. Это позволит получать проиндексированную пенсию и заниматься делом с большим рвением.